всем привет друзья как вы уже поняли наконец-таки состоится открытие ледовой рыбалочки в нашем городе наконец-таки пришли морозы и стал видок поэтому я сегодня на водоеме буду проверять во-первых крепкость льда для безопасности но вторых состояние хищника да и совсем соскучился я по ловле скажем так на зимнюю блесну на балансир хочется появится льда как многие уже ловят а вы до сих пор на спинниде но сейчас собираю бург снасти удочки блесеньки и вперед друзья удочка вот она моя это самодельная удочка которая делает сам но я вам хочу показать минуту плюсик с которой я сегодня хочу начать это блесна листик листик и нб он в размере 36 37 миллиметров и блесна сыпучая очень хорошо играет как и планер при определенных конечно же рывках но и сыпется с нее я хочу начать ну что настал час x друзья блесна листик леска 0 125 удочка самоделка хвостик пола из-под кончика удилища все как бы сделал сам и холод показывать кстати сейчас где-то 310 глубину посмотрим если тут хищники в каком состоянии все блесна вот касается дна и теперь у дна легенькие коротенькие такие рывки это как разведывательный если вдруг рыба стоит под лункой если она вблизи лунки я делаю всегда короткие рывочки такие и обратите внимание то как у меня под каким углом удилище опущено лунки это не горизонталь есть а вот и окунь первый окунь со льда друзья первый это первый кусочек как же я по тебе соскучился именно на блесенку смотрите какой симпатичный кусочек еще и вырывается скушал аккуратненько тройничок он тут у меня небольшой так отдай блесенку вот он блесенка это у меня листик мельхиор полюси пока рядом чтоб пока не пугал тех кто там еще есть если они конечно есть если ты не один блеснов сразу на дно не опускаю после поимки задерживание раз сантиметрах 40 50 и ступенечкой опускаю вниз если рыба есть активная она поднимется ох какая поклевка была хорошая поклевка было неужели стайка подошла окуня именно на опускание кстати есть да этот уже немножечко покрупнее лунка разыгралась ух ты есть какой красавец смотрите мог какой красавец окунь настоящий мужчина ну таких ловить и на микро джик одно удовольствие и тем более на зимнюю блесну солнышко светит мороз обжигает но с окунем на льду лежачим ничего плохого не произойдет вот опять смотрите задержал именно сантиметрах 40 и потихонечку буду опускать он кстати не со дна прям взялся поэтому именно такая техника облова она будет применительно постучать по дну по привлекать внимание обязательно нужно ну и на подъем кто-то есть кто-то подходит в блесне по крайней мере рядом ходит с ней но пока что не берет хоть бы не щука конечно пошел подъем есть рыбка надо еще сыграть на подъем ну что ж такое не решается но как бы на халате толстая полоса она видеть опускается и это не блесна она за блесной пускается это именно хищник а можете мирная рыба кстати и такое возможно есть вот она все таки я его уговорил окушок ну и неплохо такого размера смотрите какой хороший окунь да аккуратненько взял блесеньку тройничок у у меня с арицентной капелькой она светится ну и такой нормальный кушок перешел на новую луночку глубина здесь 295 немножко меньше но посмотрим хищник стоит небольшой окунь да вот смотрите чуть-чуть поиграл если хищник тут то он отзывается еще один и тоже небольшой но это вообще откровенная мелочь откуда ты тут такой взялся зато тройник жадно слушал перейду пока на более мелководную луночку если не тут такая разбуренная как и проверить именно мелководной части где глубина 22 с копейками до играл вымочил можно так сказать небольшого есть подходы по их а вот у рыбка собралась рыбка там есть только пока не берет вроде уже и паузы делаю подольше это да вот этот треск ух а шлеток сибирал где провалился так хорошо ух такие моменты конечно адреналин выплескивается фух есть взял долго кто-то тюкал кто-то очень с интересом тюкал приманочку не приманочку а блесну я по привычке друзья отдай вот и дать укал ся еще так это луночка мелководная скажем так глубина здесь 220 и окунь прям сразу отзывается да и поехал а то тут видно что тут такая прослойка какая-то жирненькая хоть я его влю на склоне но это рыбка это рыбка видите подброс был это я так подсек кто-то тюкнул в блесну я соответственно сделал подсечку и блесна взлетела но это откровенная мелочь но зато как он скушал тройник это что-то как-то как он тебе поместился я даже не знаю ну что друзья окунь ловится да конечно я не могу найти его многостайного какой-нибудь скопления одиночные особи две-три штучки слунки и в основном его приходится уговаривать но самое главное друзья это ведь открытие сезона и побывать на рыбалке половить руки помнят как делать проводку блесненький работает ну а сопротивление на тоненькой леске вот именно под тобой на коротке но это неописуемое ощущение вы прекрасно сами знаете на месте стоять не буду как обычно есть тут неподалеку тоже участок водоема где можно посмотреть проверить окунь я сейчас туда перейду там разборюсь и уже там буду пробовать уговаривать капризного вредного зимнего окуня вы знаете морозис хоть и есть и причем хороший такой но солнышко все-таки согревает немножко ну и плюс еще пока сидишь конечно на лунке замерзаешь и ноги замерзают руки и лицо чуть-чуть походил или побурил лунки и моментально все согревается и сапогах то же самое чуть-чуть подвигался сразу тепло посидел минут 10-15 на лунке пальчики начинают замерзать опять пошевелил пальцами походил нормально конечно у меня сапоги не до минус 25 вот если бы наверно до минус 40 или минус 60 было бы вообще идеально но в таких именно ходить на долгие переходы было бы очень жарко а минус 25 для нашего климата для нашего города я считаю оптимально и ходить можно на расстояние большие нога не сильно будет мокнуть и на льду находиться тоже подвигался отлично все посидел половил опять подвигался тем более что ловля на блесну но вы сами понимаете это то же самое как и спиннинг это поисковая ловля тут надо ходить перемещаться бурить искать хищника нужно искать и только тогда вы будете всегда словом есть буквально сразу смотрите небольшой конечно да но она такова облесну он себя проявил несколько махов не окушочек пойман вот очень классно когда именно так и происходит когда во-первых окунь есть под лункой ну и соответственно когда он активный еще хоть и небольшой и сошел в лунку ну ладно но есть значит небольшая стайка как минимум из двух окуней насколько их будет по факту конечно все зависит от вас от блесны того как вы будете разыгрывать лунку не этих показаний которых видно на эхолоте потому что в холостой сидеть на лунке нету смысла если нет никакой реакции то нет смысла долго и сидеть вот эхолот кстати помогает просто-напросто увидеть во-первых глубину рельеф перепады а во-вторых реакцию рыбы так можно сидеть просто-напросто с блесной очень долго без эхолота пробовать кого-то поймать а если там рыбы нету то вы соответственно не поймаете немного потеряете время эхолот помогает увидеть хотя бы реакцию рыбы есть она или нет посидел пять минут посмотрел есть реакция нет идешь дальше ну и есть конечно и недостатки применение эхолота это то что какое-то движение рыбы показывает это не обязательно будет хищная рыба может быть и мирная а вы будете видеть и надеяться что вы поймаете эту рыбу а на самом деле это какая-то мирная укулечка ходит или там карасик или еще кто-нибудь и просто-напросто вам мешает ловить вы слишком много времени будете уделять этой лунке вместо того чтобы ходить дальше так что вы холоте в применении его есть как и плюсы так и минусы но если понимаешь их а вот со временем опыт нарабатывается понимаешь показания кого-то смотришь реакцию видно же по подбоем поклевкам не туда уже принимаешь решение засиживаться или нет видимо вот такой окунь подбивает небольшой раза два в три всего лишь больше блесенки ну это спортивный окунь спортивная блесна спортивный окунь вот она вот она рыбка так разыграл одного пока что но на холоте было видно что кто-то интересуется ну дальше поехал вот и показывает что рыбка есть рыбка есть ну видимо такие же небольшие как и этот ух вот это был подбойчик хороший очень хорошо так подбила о вот он вот ого а что это такое это окунь это хороший окунь друзья небольшая глубина вот он но иди же сюда иди же сюда что ты такой ух ты красавец смотрите друзья вот такой вот красивый хороший окунь взялся на блесну листик ну прям классная рыбка класс мне нравится вот таких вот так у ней приятно ловить прям очень приятно были бы они все такие было бы замечательно окушок хороший на сегодня это трофей друзья еще я их сразу отпускаю в другую лунку чтобы ну бедных не травмировать не мучить все таки мороз сильно на улице поэтому берегу скажем так рыбку хорошая рыбка буквально в минутку здесь полежит и потом я его отнесу еще один неплохой тоже вот этот мне луночка нравится сразу начала стрелять неплохим окунем так вот интересно конечно ловить не вымучивать ну хотя тут он и активны но все равно приходится играть в горизонте вверх вниз поднимать опускать и это его провоцирует на поклевку но в других лунках и того меньше была рыба мизинчиков окунь но тоже хорошо для открытия снять оскомину скажем так вспомнить как это все делается я считаю неплохо этот поменьше еще ох а этот сопротивляется уже тоже довольно таки неплохо и этот хоть и небольшой но неплохой тоже кусочек скушал блесенку прям хорошо видимо нашел нормальную точку нормальную лунку где он более менее активный хочет кушать еще один да вы посмотрите что мне нравится ловить на мелководье это то что все так на коротке все так быстренько активно очень то есть поклевка выматывание рыбы заброс блесны если конечно ничего не путается как у меня в данном случае ну на коротке ловить всегда приятнее чем допустим на 4 5 метрах все-таки более такая активная рыбалка быстрая выматывание ну с условием того что рыбка ловится но вот именно здесь рыбка есть не высоко от дна совсем не высоко сантиметрах мира в 15 обычно намного выше хищник атакует еще один такой небольшой сам можешь отцепляться было бы хорошо если большую такую окунь он сам отцеплялся еще ну пошли пошли крупнички пока ходишь в лунку отпускаешь окуней чтобы они не перемерзали по эхолоту тут все так спокойно все хорошо начинаешь разыгрывать начинается небольшая суета видно что рыбка сначала расходится потом подходит на игру блесны то есть более-менее активно он именно здесь не стоит конечно не ждет с открытым ртом пока я приду но очень так быстренько собирается и вот это вот на самом деле очень интересно когда такое же давно не ловил в январе месяце у нас лед друзья были у нас зимы когда лед еще в декабре становился и крепкий хороший мы долго ловили но с каждым годом зимы все теплее теплее лед отсрачивается все дольше и дольше не становится поэтому часто видите ловлю именно на микроджиг на джиг потому что у нас выбора особо и нету ловим но как только как видите лед стал я первым же делом на рыбалку именно со льда самое главное дождаться более менее безопасного льда кстати сейчас лед сантиметров наверное 7 и я поначалу конечно ходил боялся но со временем вы прекрасно понимаете что страх пропадает смотришь на толщину льда появляется уверенность и уже более менее спокойно ходишь буришься ищешь окуня давайте я вам покажу друзья как у меня организован поплавок просто как виде поплавка опускаю воду и в принципе датчик очень даже вертикально смотрит вниз а это самое главное когда вы ловите с эхолотом чтобы датчик смотрел вертикально вниз что же касаемо самих настроек я ловлю в режиме про глубина у меня выставлено 4 метра так как тут глубина до 4 метров фпо у меня сейчас выставлено на троечку чем меньше тем больше помех и что еще интересно это чувствительность она у меня выставлена в районе 20 вот именно с такими настройками я в основном и ловлю фпо меняю в зависимости от глубины больше глубина меньше фпо чтобы видеть именно блесну как она играет но и чувствительности могу тоже добавить решил попробовать вообще мелко воде полтора метра глубины ну надо проверить и такое очень часто окунь может стоять и на относительном мелко воде вообще близ берега где есть травка где водичка может быть подо льдом чуть-чуть светлее теплее может туда и малек выходит смотрите есть рыбка метр сорок восемь глубины и окунь не опускаю сразу и ступенечками игрой опускаю блесну вниз чтобы никого-то не распугать не напугать активно окунь начнет подниматься ух ты какой хороший смотрите какой красавчик аккуратненько так скушал блесенку такой неплохой окушочек прямо под берегом прямо на полтора метра подбой так вмешайся пока а я не еще подбой вот и рыбка еще одна да вы посмотрите какая красота все таки и холодик пока уберу из лунки он не только мешается и размер смотрите какой хороший размер ух ты ж надо было раньше наверное по мелководью гулять я что-то об этом как-то не подумал думал будет больше на глубине потому что но микроджиг последние ловли показывал что хищник находится за бровкой поэтому я и стал проверять сначала 2 и 9 2 и 8 3 метра потом на 220 на 2 надо сразу ходить по мелководью полтора-два метра и собирать его здесь опа а вот рыбка да и блесну блесна целый день одна и та же мельхиор и листик и н.б. 36 или 37 миллиметров на нее ловлю вообще хорошая блесенка хорошо сыпется отлично собирает активного хищника конечно для самого пассивного это маропетка а вот листик для более-менее активного хищника и очень даже неплохо собирает видите ловится на такой размер блесны и как маленькая рыба так и более-менее нормальные окуни которых и не стыдно показать на самом деле рабочая блесна если есть такие пробуйте ловите я часто на нее ловлю листик лепесток маропетка это основные три блесны на которые я ловлю потому что но опыт подсказывает не и показывает что очень хорошие блесны и очень хорошо ловит разного хищника и вот как видите листик в действии и рыба это не рыба это так себе ну что самое интересное их вот показывает рыбку может это вот такие же я надеюсь на что-нибудь покрупнее вот уже покрупнее уже немножко покрупнее отдай 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 разыграл лунку сначала меч подошел потом более-менее такие окушки которых уже на блесенку приятно ловить что самое классное там с этими нас руками кого там них видно все подходы видно даже вот такого вообще на халате видно ту суету которая там творится пиксели гуляющие это помогает кстати вот видишь какую-то суету видишь реакцию рыбы ну и задерживаешься на лунке как видите дает это результат есть контакт разыгрывается в принципе лунка не так уж и долго смотрите сразу видно вот это все хождение есть часть блесны а есть часть того что это окон перемещается вверх-вниз подходит в луч выходит из луча вот по таким признакам и понимаю что рыбка есть значит можно засидеться попробовать по раскачивать луночку вот рыбка вот она и рыбка который был видан на эхолоте я кусок такой неплохой скажем честно для зимней блесны для зимней рыбалки отличный окунь я конечно понимаю что у многих разные водоемы и понятие отличный окунь у всех свое но я говоришь про мои условия про наши водоемы и про того повседневного окуня которого я ловлю еще один голодненькие жадных стройничок берут он хоть и маленький они хорошо так проглатывают я считаю друзья что сегодня было отличное открытие рыбалки со льда зимняя блесна рулит мне это ловля очень нравится и надеюсь что лед еще долго продержится у нас чтобы я мог как следовать половить и на блесенки и на балансиры и на мормышки если вам понравилось видео друзья то как обычно с вас лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках до новых встреч